итак 9 часов и 26 минут традиционная у нас рубрика прошеные гости вы рады представить вашему вниманию у нас сегодня модная эстонская группа мэй дэй а именно моя помоги мне анна и валентина доброе утро доброе утро как дела для артистов утро это ведь такое время вообще вообще для творческих людей мне кажется утро начинает 12 12 вы еще пока спите но мы просто хотели узнать какие-то новости я слышал что у вас готовится что-то новенькое вроде видеоклип вы готовы снимать новая песня концерты гастроли и в связи с тем что мы отдыхали летом у нас нагрянула такая мысль записать что-то такое дурашливое и песня очень такая экстралагантная я бы сказала и достаточно комичная поэтому готовим вместе с песней готовим клип сразу одновременно то есть песню нигде не будет звучать до того как она не абсолютно я просто все дурашливое я очень люблю поэтому такой вопрос насколько мне помнится да в этом году вам 15 лет исполнилось еще раз наше поздравление да мы с александром поздравлю поздравляли еще раз не побоюсь сделать это да но хотелось бы узнать вот за эти 15 лет сколько песен все у вас где-то мэйдэйм и сколько концертов было у меня столько пальцев не найдется наверное я вообще честно говоря ни разу еще не думала о том чтобы взять и посчитать песен множество и многие из песен абсолютно неизвестны давно то есть это знаете как вот родилась одна песня была как-то вот модная или что-то и вдруг в один момент мы поняли что допустим она где-то не сыграла или там не так как хотелось и соответственно пропал но мы стараемся ничего не хоронить и стараемся всегда прежде чем написать что-то новое взять из старого и добавить соответственно и обыграть поэтому песен очень много и я не скажу что кто-нибудь может быть из старенького напомнить просто хотя бы ну вот из самых первых песен самая первая это ты от меня далеко ты от меня далеко еще из первых лучший друг бывает такое что вы приезжаете куда-нибудь на концерт на частную вечеринку например и люди говорят да не надо нам новые давай нам старые да для нас было вообще неожиданностью потому что мы думали что мы вообще такие динозавры в какой-то степени музыкантов у нас идет видеозапись не говори динозавры потому что песня 15 лет назад звучала и значит поколение 30-летних на сегодняшний день еще я знаю тире 30-40 да в интервале а те кому уже 20 и чуть чуть побольше они абсолютно не знаю ну так в 5 лет они и вдруг и вдруг нам назначают время корпоратива то есть это свадебное было мероприятие где нас просят спеть где от меня далеко для меня это был реальный шок потому что я не ожидала ну вы готовы к таким ситуациям? ну а почему нет? не всегда за слова забылся еще что-то существует слова слушай там 8 строчек ну просто стыдно ребят ну огромное количество у вас и выступлений и песен и опыта нет ли желания выйти вот так вот прогремить на российской цене или это очень сложно пробиться туда? желания желания даже не знаю понимаете дело в том что мы вообще за идею русского русской песни русского так сказать попсового фольклора в Эстонии понимаете это наша главная мысль в плане российского ну наверное у нас не тот репертуар и не те песни которые можно было наставлять допустим в российскую эстраду и как-то с кем-то конкурировать очень много подобного попсового поэтому мы заняли свою нишу свой такой вот территориальный так сказать объект и пробуем здесь если сказать как-то просто то таких как мы в России в каждом переулке я почти так тем не менее на вашу то сказать геополитическую ситуацию вы я так понимаю принимали участие в каких-то сборных концертах с известными российскими певцами тоже да очень много мы выступали с разными артистами начиная от руки вверх заканчивая с выступали на Витебске на Славянском базаре но это была моя сольная на выступлении у меня там как Мэйдэй но там мы работали с Газмановым даже дело в том что Мэйдэй выступала в России так же но мы не стараемся это напишите или какие-то не масштабные вечеринки с кем-то завязались дружеские отношения с кем-то поддерживаете контакты чаще всего мы и больше всего мы поддерживаем дружеские отношения с людским размером ну и правильно мы где-то рядом но все же возвращаясь к вашей идее русского попсового фольклора в Эстонии мне интересно узнать много ли слушателей так скажем поклонников вашего творчества среди эстонцев это сложный вопрос но у меня есть друзья эстонцы которые знают ты от меня далеко не без тебя даже больше получился английский но знаю знаю ну что ж ребята возникает желание услышать какую-то песню этих ребят уже откровенно в эфире русского радио а мы сейчас услышим иди за мной будет называться композиция я так понимаю что она вышла эта песня в этом году свеженького вот мы ее и послушаем огромное спасибо что нашли для нас время пришли в столь ранний час не выспались спасибо вам за это ну мы с вами прощаемся да и желаем всевозможных успехов давайте полный вперед спасибо спасибо ну тебя тебя из фактически я хочу на тебя попросила я хочу на тебя попросила это прям все закончилось уже так так где компенсаты это вообще просто логики пойду 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 вот 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 фотографии конечно сейчас бы вас сначала сфотографировать для сайта слушай не сразу